МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АРУВИТ ПЕДЁРКА! Вот с таким хорошим настроением, с улыбкой, с весёлыми лицами мы начинаем нашу очередную игру. Скоро Новый год, и вот сбываются, говорят, под Новый год желания, хотя ещё практически весь декабрь впереди. Вот загадала команда из Довска, что мы хотим сыграть в одну из последних эрудит пятёрок этого сезона. Сбылось желание. Взмахнул ведущий своей волшебной ручкой, и нарисовалась им команда соперника. Вот соперника, собственно, мы о чём. Красные слева от меня. Сборная Даниила Галушка, они все представляют разные школы, разные учебные заведения, но, в общем-то, работают они под единым патронатом. Трейдмарк Белая Рысья, это такой клуб интеллектуальных игр в Гомеле. Даниила Галушка, красные! Справа от меня сборная Довская Вера Авдеева. Работает с этими замечательными людьми. Замечательный тренер Иван Юрьевич Могила. Работают они при Рогачёвском районном центре детей и молодёжи на базе Довской школы. Спасибо вот таким энтузиастам, которые поднимают интеллект в нашей белорусской глубинке. Спасибо! Довск, синие! АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание! Ну что ж, как обычно, блеф-игра, все не новички. Даниил, кто у вас наиболее так может ответить да или нет, не ошибившись? Это может сделать Илья. Илья, верю. Вера, кто у вас? Денис. Илья против Дениса. Вперёд! Работает! Верите ли вы, что баг – это компьютерный вирус? Да. Нет, баг – это ошибка или сбой в программе. Компьютерный вирус – это страшнее, чем баг. Его лечить надо. Баг просто можно в коде исправить. Играем дальше. Верите ли вы, что стрелка компаса, указывающая на север, красного цвета? Да. Похоже, что компас редко у вас в руках оказывался. Вот придите, посмотрите, синий цвет. Играем. Есть вид спорта под названием слонобол. Верите? Нет. Что ж такие недоверчивые. Есть в Индии очень популярность большая у этого вида спорта. Слоны пинают мячик. Слоны довольны, зрители довольны, а больше всех мячик доволен. Играем. Верите ли вы, что хоккей с мячом называют еще русский хоккей? Нет. Да. Отлично. Так. Принимаются ставки, что блеф игру мы закончим со счетом 0-0. Итак, внимание. Верите ли вы, что зодиак в переводе с греческого буквально означает «звериный круг»? Да. Ну, наконец-то! Итак, 5-0. Вот так мы нервно начали. Довск повел. Дуэль игра, вперед! Итак, внимание. Дуэль игра. 5 тем, 5 боев. И у вас будет ровно 5 секунд, чтобы принять решение, кто какую тему на себя готов взять. Слушаем. На ком начинается. Второй бой. На пас кончается. Третья тема. Спорт. В мире животных четвертый бой. И пятый бой. Зодиак. У вас 5 секунд, чтобы принять главное решение. Поехали! Время истекло. Ну что ж, начнем. На ком начинается. Даниил, кого бросаете в бой? Дашу. Дашу сразу. А Вера, вы? Себя. Себя. Даша, оправдим Верой, вперед! Даша! 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 Начинает так называемая матричная тема. Это когда слово начинается на определенные буквы. На ком начинается. Поехали. Первый вопрос. Первый блин обычно такой формы. Фальстарт у вас, Даша. За этим очень строго следит наш электронный судья. Вера. Первый блин комом. Первый блин комом, конечно же. Браво! Есть такая народная мудрость. Продолжаем. Этот крылатый герой спас свою будущую супругу от полка. Прошу. Комар. Вдруг откуда-то летит маленький комарик. Да, муха-цикатуху вспомнили. Через 4 секунды, но вспомнили. Играем. К этому жанру, к этому жанру относятся фильмы «Кавказская пленница», «Блиантовая рука» и даже «Один дома». Даша? Комедии. Комедии. Браво! Эти могучие, эти могучие зерноуборочные машины успешно изготавливаются на предприятии «Гомсельмаш». Комбайны. Комбайны, конечно, наши гомсельмашевские. И заканчиваем. Без этого устройства уже совершенно невозможно представить себе современный мир. Да. Компьютер. Блеск. 25-5. Довск очень уверенно начал. Гомель. Ну, быстро ехать нужно медленно запрячь. Итак, у нас следующий бой. Играем. Гомель! 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 Итак, внимание. Гомель против Довска. После первого боя Вера показала свое преимущество. Итак, внимание. Второй бой на пас кончается. Три последние буквы. П, А, С. Даниил, кто? Наша Вера. Ваша Вера. Хорошо. Вера, а ваш кто? Пойдет Вика. Итак, Вера против Вики. Вперед! Вера! 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 Прекрасно. Играем. Играем. Итак, начнем. Без него в поход лучше не собираться. Вера. Компас. Отличный ответ. Играем. Он, как говорится, карман не тянет. Да, в народе так говорят. Он карман не тянет. Запас карман не тянет. Теперь вы это знаете. Дальше. У генерала он на одной штанине. Да? В лампас. Блестяще. Играем дальше. Герой этой сказки Андерсона получил от принцессы около сотни поцелуев. Ну, замечательная сказка. Сказка называется «Свинопас». Вспомните, там принц переоделся с «Свинопасом» и развел принцессу на сотню поцелуев. Играем. Его отдают футболисты. Пас. Пас, конечно же. Отличный пас. И мяч влетает в чьи-то в ротах. В чьи-то сейчас посмотрим. Итак, после второго боя 30-15 дос по-прежнему впереди. Следующий бой. Третий бой, о котором обычно мечтают наши интеллектуалы, участники «Ради Пятерки» – это спорт. Почему-то спорт лица мужского пола знают лучше, чем другие интересные вещи. Итак, Даниил, кто у вас спортсмен? Ну, я, конечно, поскромничаю, но может быть я. Хорошо. Вера, можете нескромничаю. Андрей. Итак, Даниил против Андрея. Вперед! Итак, внимание. В этом виде спорта первоначально вместо колец были корзины для фруктов. Да. Баскетбол. Баскетбол, конечно же. Почему так и называется? Баскет. Корзина. Судья-полицейский привнес в футбол этот предмет. Три. Желтая карточка. Желтая карточка. Нет. Это было другое. Полицейский. Полицейский. Может, вы отрите, Андрей? Это свисток. Да, свисток, конечно же. Однажды судья нашарил в кармане завалявшийся, там у него от основной работы свисток, и свистнул. Вот с тех пор свистком и подаются сигналы. Дальше. Виды оружия в современном фехтовании. Рапира, сабля и... Данил? Шпага. Шпага, конечно же. Дальше идем. В этом индивидуальном виде спорта используются клюшки. Фальстарт у вас, к сожалению, за этим очень строго следит наш электронный судья. Данил? Керлинг. Индивидуальный вид спорта. Самый дорогой. В него играют миллионеры. Гольф – это индивидуальный вид спорта, где каждый играет сам за себя. Клюшкой и мячом. Играем. Вторые европейские игры современности примет этот город. Данил? Минск. Минск. Именно там пройдут вторые европейские игры. Итак, после спорта, после спорта приблизились гемеляне к своим соперникам из Довска 30-35. Следующий бой. Замечательная тема в мире животных. Данил, кто у вас в команде больше всех любит животных? Максим. Максим. Прекрасно. Вера, а у вас? Маша. Итак, Максим против Маши. Вперед! Маши! Маша! И так поехали. Это первое домашнее животное, прирученное человеком. Фальстарт у Максима. Строг электронный сидя, но справедлив. Маша. Собака. Собака, конечно же. Хорошо. Играем. Птица-муха. Самый маленький представитель этих птичек. Максим. Калибри. Да, калибри. Играем. Это животное было тарикстманом чемпионата мира по хоккею в Минске. Зубр. Браво! Вот это знание, Маша. Животные являются объектом изучения этой науки. Прошу. Биология. Мимо. Макс. Зоология. Зоология. Биологию изучает и растения тоже, Маша. Согласитесь со мной. И заканчиваем. Без этих домашних животных и интернет не интернет. Да, Максим. Мышь. Мышь, понятно. Маша. Котики. Котики, конечно же. 40-50. Маша выстояла против натиска Максима. И команда Довска все еще впереди. Следующий бой. Тема «Зодиак». Ну, кто не читал, не листал гороскопы, кто не говорил, а вот я дева, а я лев, а козероги стыдливо отмалчивались. Данил, кто у вас «Зодиак» гороскопы? Илья. Илья. Хорошо. Астролог. Вера. Денис. Итак, Илья против Дениса. Вперед! Эй, Денис! Эй, Денис! Илья! Илья! Илья и Денис уже используют свой второй выход. У нас больше двух раз игровой стойки не ходят. Итак, внимание. «Зодиак». Есть версия, по которой названия 12 знаков «Зодиака» произошли по мотивам подвигов именно этого героя. Геракл. Геракл, да, браво. Это и знак «Зодиака», и старинный предмет, использовавшийся в банях. Ну, что ж там делали-то в банях? А в банях лили воду. Водолей это, водолей. Теперь вы это знаете. Дальше. Этот знак назван в честь ядовитого существа. Да. Скорпион. Блестяще. Играем. Каждый человек, появившийся на свет в новогоднюю ночь, рожден именно под этим знаком. Да. «Змейносец». «Змейносец» – это немножко раньше, это начало декабря. Илья, может, вы знаете? «Стрелец». Вот это те люди, которые стыдливо отмалчиваются. Это козероги. Козероги это. Теперь вы это знаете. И заканчиваем. Этот знак назван в честь кентавра Хирона, который блестяще владел луком. Да. Тишина в зале. Три, две. «Стрелец». «Стрелец» успел. После темы зельяк 65-40. Впереди Довск. Гомель отстает. А у нас тест-игра. «Гомель», 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 «Гомель». Тест-игра. Тест-игра у нас сегодня сказочная. Ну, не в том смысле, что потрясающие вопросы, а в том смысле, что посвящена она сказкам. Мрачный Даниил Галушка. Кто готов у вас сказки мне рассказывать? Даша. Даша идет направо. Песнь заводит. Вера. Маша. А Маша сказку говорит. Итак, Даша против Маши. Вперед! Даша! Маша! Даша! Маша! Маша! Прекрасно. Начнем. Правильный ответ. 10 очков. Дорого. Ответ с подбора. 5. Поехали. Смерть Кащеева, как известно, была спрятана. А. В море. Б. В яйце. С. Сейфи. Даша. Б. В яйце. Б. Это правильный ответ. Плюс 10. Внутри волшебной палочки Гарри Поттера. А. А. Волос единорога. Б. Жила дракона. И. Ц. Перо феникса. Да. Ц. Ц. Перо феникса. Плюс 10. Играем. В русских сказках. Сапоги, скороходы, ковер, самолет. А вот гусли. А. Самогуды. Б. Самограи. И. Ц. Самопевы. Даша. Ц. Ц. Понятно. А. А гусли у нас самогуды. Конечно же. Продолжаем. Сказка-ложь давний намек. Добрым молодцам урок. Так кончается пушкинская. А. Сказка о рыбаке и рыбке. Б. Сказка о золотом петушке. И. Ц. Сказка о попе и работнике его болте. Прошу. Вариант С. Да нет, она по-другому кончается. Не гонялся бы ты поп за дешевизною. Даша. Б. Сказка-ложь давний намек. Именно так заканчивается. Пушкинская сказка о золотом петушке. Помните, царь Додон и шамаханская цареца. Вот сказка-ложь давний намек. Замечательный, остроумный, находчивый жизнелюб Хаджана Среддин. Герой сказок. А. Северного Китая. Б. Южной Японии. С. Средней Азии. Вариант Б. Южная Япония с такой-то фамилией. Даша, у вас шанс? С. А. Хаджана Среддин. Герой сказок Средней Азии. Благородная Бухара. Его родной город. Советую почитать замечательную идеологию Леонида Соловьева. Хаджа. Возмутитель, спокойствие. Блестящая. Очень умная, очень добрая книга. Ну а при счете 60-80, уже кто веселее входить в нашу слайд-игру. Славьера! Итак, наша любимая слайд-игра. Картинка, буква, правильный ответ, 15 очков и счастливый игрок выводит свою команду вперед. Даниил, кто это? Максим. Максим так серьезно бросил капитан красных. Вера? Вика. Максим против Вики. Вперед! Максим! 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 Его жать не нужно, смотрим на экран, начинаем мы с фоирующей команды и по очереди у каждого по 5 шансов, а может быть больше, если соперник ошибется. Итак, начнем наша простая азбука. Славьера! Что перед вами, Вика? Тишина! Тишина! По традиции, первый вопрос. Азбуки, слайд-игра, самые сложные. Увы. Максим, может, вы его знаете? Эм... Понятно. Вот так выглядели первые счетные машинки. А назывались они арифмометры. Покрутишь ручку, вот такие компьютеры были, механические. Теперь вы это знаете. Арифмометр. Играем дальше. Максим, ваш шанс. Баннер. Ну вот говорят, что помести правильный ответ на самое видное место, никто не ответит. Оказывается, есть такие герои, которые могут отвечать и при этом. Да, это баннер. Отлично. Вика. 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 Назовите, ну не по имени, а вообще эту женщину. Внимательно углядитесь. В нее, в окружении. Кто она? Ведьма. Ведьма, конечно же, вот они какие. Не только старые и безобразные, вот еще какие бывают. А что перед вами? Гриб. Гриб? Вот это вот. Это Гриб Сморчок, вы правы. Вика. Назовите профессию этого человека. Нет? Нет. Максим. Дизайнер. Дизайнер, конечно же. Плюс 10 на подборе. Браво, Максим. Играем с вами. Единорог. Единорог, хотя вот самое главное ему слегка подрезали. А Вика с вами? Желудок. Желудок, отлично. Вот он какой оказывается. Прошу. Заря. Заря. Над болотом. Вика, может, вы знаете? Затмение. Вот именно так выглядит первая фаза лунного затмения. Вы правы, 10 на подборе. Вика, играем с вами. Изумруд. Отлично. Девушки ли не знать про драгоценные камни все? Прошу. Прошу. Вот такая карикатура на него. Карабас-барабас. Понятно. Может, Вика добьет? Ой, нет. Ой, нет. Ну вот так карикатурист изобразил ковбоя. Вот такие они, ковбои. Итак, после слайд игры. Потрясающий счет. 135-115. Самое время начать риск-игру. Риск-играем. Итак, удержит Ледовск разрыв в 20 очков. Любой из вопросов в риск-игре стоит 20. Но, если ответить неправильный, минус 20. Промолчи – ноль. Правильно – 20. Вы понимаете сами, рисковать стоит. Итак, Даниил, кто самый сильный игрок в вашей команде? Именно таких отправляют на решающий бой. Можно поскромничать. Хорошо, Вера, выходи. Я понимаю вас, Даниил. Вера, вы? Я пойду. Итак, капитанский бой, вперед! Повестки играю. Ну, начнем с того же, с чего начинали в игре дуэльной. На ком начинаемся. На эрудит пятерки в ней пятеро. Даниил? Команда. Команда плюс 20. Счет сравнялся. Играем. На пас кончается. Он бывает яблочный, хлебный и медовый. Вера? Спас. Браво! Снова передов. Играем. Спорт. Именно это у спортсменов ищет международное агентство ВАДА. Прошу. Допинг. Допинг – это антидопинговое агентство. Да, всемирное. И снова счет равный. Четвертый образ. В мире животных. Так перевели название мультика про зверей «Зутопия». Даниил, где же? Зверополис. Или Зверополис, да. Хотя более тонкое было английское название. Зутопия, понятно. И решающий вопрос. Если Вера отвечает правильно, счет снова сравнивается. Зодиак. Лучшие руководители, как утверждают астрологи, рождены под этим знаком. Львы. Львы, да! А вот я не буду задавать дополнительные вопросы. Новый год впереди, Рождество не за горами. Своей волей ведущего. Я сотворю в этой студии маленькое чудо. Пусть счет останется равным. Равная игра, блестящая игра. Обеим командам дипломы победителя. Пусть будет больше радости в глазах. Все-таки грядут праздники. Ну и накануне праздников, Беларусь-4, ищите нас. По субботам орудит пятерка. Смотрим. Получаем удовольствие. Улыбаемся. Верим в лучшее. Вера, правда? Вера, это хорошо. И самое главное, смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...